В Москве улиц Бориса Немцова и Анны Политковской нет, а здесь, в Праге, я нахожусь на площади Бориса Немцова, неподалеку аллея Анны Политковской, все это рядом с российским посольством. Это троллинг Кремля или просто попытка поддержать российскую оппозицию? Об этом я буду говорить с мэром Праги, с Денеком Гржибом. Господин мэр или по-чашски приматор, спасибо, что принимаете нас у себя в резиденции. Давайте начнем беседу с заголовка статьи одного из международных СМИ. Это вопрос, троллит ли Прага Москву, отдавая дань памяти убитому критику Путина? Какой ваш ответ? Здравствуйте и добро пожаловать в резиденцию мэра Праги. Нет, это не троллинг. Мы просто хотели откликнуться на просьбу наших граждан, которые подписали петицию о переименовании этой площади в честь Бориса Немцова. Мы присоединяемся к международной инициативе. Переименования в память Бориса Немцова уже состоялись в Вашингтоне, Вильнюсе и Киеве. И таким образом мы чтим память людей, которые известны тем, что заплатили самую высокую цену в борьбе за демократию и верховенство права. Хотел бы обратить внимание, что мы не только переименовываем площадь в честь Немцова, но и называем аллею неподалеку в честь Анны Политковской. Она также была известна борцом с коррупцией в России. Вы упомянули петицию. Под ней более четырех тысяч подписей. Получив ее, Ваш городской совет проголосовал за переименование. Означает ли это, что если кто-то захочет назвать одну из улиц Праги именем Владимира Путина, Иосифа Сталина, да кого угодно, и соберет столько же подписей, вам придется голосовать, ну или по крайней мере обсуждать эту инициативу? Во-первых, петиций было больше, чем одна. И если поступит петиция с таким числом подписей, мы, по крайней мере, будем думать, что с ней делать. В данном случае комиссия по переименованию улиц рассматривала это предложение и пришла к выводу, что технически это возможно сделать. На площади не проживают горожане, поэтому никому не придется менять документы, удостоверение личности и так далее. Местное название под каштанами будет сохранено в названии прилегающей улицы. И дублирование одного и того же названия, площади и улицы, будет устранено. Много аспектов было рассмотрено, и эта комиссия сказала, что технически и административно это возможно. Но я имею в виду политическую, а не техническую составляющую. На самом деле, только после выполнения первичного условия мы можем голосовать в городском совете. Приведу вам такой пример. Были некоторые идеи, даже не предложения, а только идеи, переименовать улицу Маршала Конева, которая находится в районе Прага-3. Но первичные условия в этом случае не могут быть соблюдены. На этой улице живут и зарегистрированы множество горожан. Поэтому переименовать эту улицу практически невозможно. Хотя к Маршалу Коневу у нас есть определенные претензии. А убрать ему памятник возможно. Ну, этот вопрос находится в компетенции властей района Прага-6. Памятник находится там, это их собственность, и они не мои подчиненные. Районные власти это совсем другое, отличное от городского представительства. В них различные партии, и они абсолютно независимы от городских властей. По меньшей мере в этом вопросе они абсолютно независимы. У меня здесь довольно странное чувство. Вы молодой мэр, член пиратской партии, при этом работаете в этой резиденции в стиле арт-деко, в довольно консервативном здании. Мне кажется, вы себя гораздо уютнее чувствовали в каком-нибудь хипстерском кафе. Мы очень заинтересованы в инновациях, в современных вещах, которые хотим поддерживать. В Праге мы создали супер-хаб по развитию технологий с использованием искусственного интеллекта. На той стороне реки представительство Европейского космического агентства. Прага очень современный город, у которого есть традиции. И это место хороший тому пример. В интервью Жане Немцовой вы говорили, точнее признавались, что употребляли марихуану. Не секрет, что вы добиваетесь ее легализации. Вы здесь употребляли ее? Нет, 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 конечно нет. У меня на такое времени нет, с тех пор, как я стал мэром. Дело в том, что по профессии я медик. По закону каннабис – медицинское средство. В Чехии использование марихуаны в медицинских целях легализовано. Да, и вы как доктор должны знать, что прописываете своим пациентам. Да, но вы ведете компанию по полной легализации употребления марихуаны. Да, наша партия добивается полной легализации, и чтобы сделать это законным бизнесом, облагаемым налогами. Как, например, в Колорадо, который зарабатывает значительные средства на налогах с компаний, торгующих каннабисом. Давайте вернемся к вопросу переименования. Городской совет в своем заявлении называет это солидарностью с российской оппозицией и политическим жестом, адресованным Кремлю. Какой у вас месседж российским властям? Я думаю, что многие россияне приветствуют это переименование в честь либерального и любимого имя политика. Я уверен, что многие русские, живущие здесь, в Праге, будут этому рады. То есть вы обращаетесь к россиянам, ни к властям, ни к Путину? Ну, вообще-то я слышал, что Владимир Путин сказал, что убийцы должны понести наказание. Поэтому я не вижу никаких проблем с этим переименованием ни для кого. Да, но российское посольство в Чехии в последнем твите на момент записи нашего интервью сообщало о рецептах блинов и ничего о переименовании. Может, вам известна их реакция? Мы приглашали посла Российской Федерации на церемонию переименования площади, но не получили ответа. Мы получили всего одно письмо от господина Жириновского, депутата российского парламента. Но мне сказали, что господин Жириновский человек весьма своеобразный. В нашем парламенте есть похожие люди. Поэтому к его письму мы отнеслись соответствующим образом. Один из самых популярных российских ютуб-влогеров всем гостям своим задает вопрос. Что бы они сказали Путину при встрече? Что бы вы сказали? Это интересный вопрос. Никогда об этом не думал, что бы я хотел сказать Владимиру Путину. В первую очередь прекратите войну против Украины. Здесь мы проводили традиционный новогодний прием дипломатов. И здесь произошел инцидент с участием китайского посла. Он потребовал вывести представителя Тайваня с приема. Я попросту отказался, поскольку мы не выгоняем гостей, которых пригласили. Это было здесь? Здесь вы сказали китайскому послу? Да, я стоял там. Там была очередь других дипломатов. Китайский посол был уже здесь, но еще раз подошел ко мне и потребовал, чтобы представитель Тайваня покинул прием. А я отказался. Ваши заявления в отношении Китая сократили число китайских туристов. Вы разозлили Китай, установив связи со столицей Тайваня. Некоторые говорят, что вы пытаетесь заменить собой МИД и злите не только Россию, но и Китай. Число российских туристов сократилось из-за коронавируса, насколько я знаю. Я не думаю, что разрыв контракта о городах-побратимах с Пекином будет иметь значительное влияние на число китайских туристов, приезжающих в Прагу. Но я хотел бы сказать, что туризм сейчас больше разрушает город, чем приносит ему пользу. У нас 9 миллионов туристов в год, это на уровне Рима, но Рим гораздо больше, чем Прага. Избыточный туризм в Праге приводит к увеличению расходов на обеспечение безопасности, уборку мусора, общественный транспорт. И налоговая система в Чехии устроена так, что не позволяет нам получать денег от туристов в городской бюджет. Центральные власти выделяют нам средства из расчета числа зарегистрированных в городе граждан. И мы почти ничего не получаем от туристов. То есть туристам здесь не рады? Нет, туристам рады. Но в первую очередь город должен быть комфортен для проживания своих постоянных обитателей. У них должна быть настоящая жизнь в центре города. Если этого не будет, вы окажетесь в положении Венеции, где для въезда в город необходимо купить билет. Или в положении Барселоны, где на стенах надписи «Почему это называется туристическим сезоном, если мы не можем их отстреливать?» Мне хотелось, чтобы здесь, в Праге, не было такого. Интересно, что в чешских СМИ много писали о деятельности китайских и российских спецслужб в Чехии. Некоторые даже называют Прагу европейским центром российских спецслужб. При этом вы делаете громкие заявления в адрес России и Китая. Это совпадение? Что касается Китая, на самом деле мы хотели остаться в стороне от международных отношений между Китаем и Чехией. Мы хотели исключить третий пункт из соглашения о городах-побратимах между Прагой и Пекином, потому что в этом пункте речь идет о признании политики одного Китая. Политика одного Китая – это вопрос с компетенцией Министерства иностранных дел, и это сложный вопрос интерпретации. Может ли так случиться, что сейчас я говорю со следующим премьер-министром Чехии? Нет, нет, я не буду участвовать в следующих выборах. Они, кстати, пройдут через два года. В Праге столько проблем, которые требуют решений. Праге нужна стабильность.